За 10 минут я расскажу тебе все, что нужно знать о воздержании, как мастурбация влияет на здоровье, почему порнография убивает твою уверенность, кому на самом деле противопоказано воздержание. Давай сразу, этот ролик не про целебат, ведь очень многие приписывают целебатников в комьюнити NoFap. Чтобы все понимали, целебат это полный отказ от любой сексуальной жизни, будь то фантазии женщины или порно-материала. Сразу скажу, что эффекта повышения уровня жизни на целебате вы не дождетесь. Вы можете воздерживаться месяц, два, три, полгода, и да, вам будет становиться только лучше, но потом у вас начнется программа, которая называется самоуничтожение. Проявляться это будет в апатии и нежелании вообще взаимодействовать с социумом, в частности с женщинами. Да, странно получается. Сначала прилип мотивации, а потом быстрый спад. И логика довольно простая. Мужчина, не стремящийся к сексу, к размножению, к взаимодействию с женщиной, не приспособленная особь. Он не может найти себе партнера, он делает что-то не так. И природа будет давать ему спад энергии и спад мотивации. Просто будет давать понять, что он делает что-то неправильно. Ведь он просто берет и кладет болт на всякие правила. Он отказывается от размножения. Все эти монахи в горах это непродуктивные люди. Они приносят невероятно мало пользы для этого общества. На практике целебат уже сто раз доказал, что никакой повышенной энергии у вас не будет. А значит и смысла в этом как такового нет. Почему же я говорю так много про целебат? Да потому что комьюнити ноуфаб ассоциируется как раз с улетевшими целебатниками. С людьми, которые отрицают женщин. На самом деле комьюнити ноуфаб несет только пользу. Пользу тем людям, у кого возникли проблемы с порнозависимостью. О чем говорит комьюнити ноуфаб? Не врачи, не смотри п***у. Вот об этом оно говорит. Там нет слова про то, что ненавидь женщин, не занимайся сексом. Там этого нет. Почему люди додумывают тот смысл, которого в принципе не вкладывалось? Раз мы подошли к этой теме, к теме ноуфаба, было бы неплохо поговорить о том, почему мастурбация действительно может приносить вред здоровью. И я сейчас говорю только про мастурбацию. Многие думают, что это действие само по себе не несет никаких отрицательных моментов. Если спорно для многих очевиден вред, то мастурбация как будто не предвещает беды. Однако так думают как раз только поверхностные люди, не разобравшиеся в вопросе. Помни свой акт мастурбации. Это физическое воздействие с твоим органом, из которого в конце выбрасывается семя. После этого и во время этого действия у тебя меняется количество гормонов. Например, дофанин, кортизол, вазопресин, окситоцин и так далее. Уже здесь невозможно отрицать влияние мастурбации на здоровье и тело человека. Но мы идем дальше. Исследования врачей показывают, что после мастурбации у человека нарушается баланс вазопресина. Этот гормон отвечает за удержание воды в организме. Я думаю многие из вас вспомнят, что после мастурбации неожиданно хочется в туалет, а то и по несколько раз. Все это именно вазопресин и все это только от мастурбации. Идем дальше. Почки. От частой мастурбации у вас начнут страдать почки. Почки, вода, вазопресин. Но откуда я взял эту информацию про почки? Из медицины. Да, только не западной, а китайской традиционной медицины. Которая на практике увидела взаимосвязь между работой почек и мастурбацией. Поэтому вы конечно и дальше можете драться по три раза в день и не видеть в этом никаких проблем. Но потом не стоит плакаться и бегать к урологу из-за простатита. А именно это с вами и произойдет от любви к частой мастурбации. Кстати, я вот смотрю и думаю. А почему ты еще не поставил лайк и не написал комментарий банановый рай? Ведь это продвигает мои видео. Ну ладно, давай теперь о том, почему порно может убить всю твою уверенность в себе. Начнем с того, что исследователи обнаруживают у людей, которые часто смотрят порно, такие симптомы, как низкая самооценка, социальность, закрытость, необщительность и так далее. Как вы понимаете, все эти качества сложно представить у уверенного в себе человека. Поэтому смотря порно, забудь про свою уверенность. Она тебе не светит. Испект по жизни тебе тоже светить не будет, если ты зависим от порно. Но почему же так? Дело тут в дофамине. Чем чаще и больше ты будешь сидеть на порно-сайте, тем меньше тебе будет хотеться жить и заниматься хоть чем-то. Достигать хоть каких-то высот. Ты закрываешь свою сексуальную потребность каждый день без всяких проблем, просто открыв порно-сайт. А я напомню тем, кто забыл, что секс это самое желанное действие для человека. Он стремится к нему, потому что так было задумано природой. Мужчина зарабатывает деньги, проявляет себя в обществе, ухаживает за собой и еще кучу разных действий делает, просто чтобы женщины обращали на него внимание. И он получил тот самый секс. Ты будешь превращаться в улитку, которая еле ползает и ни к чему не стремится, если будешь позволять себе сидеть на порно-сайтах. Мотивация будет просто на нуле. И вот мы перешли к завершающему вопросу. А кому же все-таки не подойдет воздержание? Воздержание точно не подойдет людям, которые считают дни и относятся к этому как к челленджу. Такие люди будут страдать и сходить с ума от того, что у них не получается воздерживаться. 7 дней, 14 дней или месяц. В этом деле нужно подходить с интеллектом, ведь только применяя интеллект и работая со своей головой, можно избавиться от порно-зависимости. Как раз про то, как применить интеллект и как избавиться от порно-зависимости, я рассказал в своей статье. Вам в подходе абсолютно не нужна сила воли и напряжение своего очка, поэтому с ним справится любой человек и многочисленные отзывы тому подтверждением. В своей бесплатной статье я рассказал, как же тебе применить этот самый интеллектуальный подход. Ссылка на статью будет в моем телеграм-канале, в котором, кстати, постоянно на ежедневной основе выходят посты на тему воздержания. Но все-таки, кому еще не подойдет воздержание? Воздержание точно не подойдет слабым людям, которые всегда ищут оправдания своим слабостям. Они схватятся за любое мнение экспертного дурилы с ютуба, абсолютно ни в чем не разобравшись самостоятельно. Ну, а зачем мозги напрягать? Правда, ведь какой-то человек в халате сказал, что можно врачить каждый день, и в этом не будет проблемы. Смотри, молодой человек может мастурбировать один, два, три раза в неделю, даже если каждый день в этом не будет ничего страшного. Можно и дальше спокойно саморазрушаться и не видеть в мастурбации или порно проблемы. Это гораздо проще, чем открыть глаза и работать над своим улучшением. Понравился видос? Ставь лайк и подписывайся на этот канал. А я вам всем напоминаю, быть сильным – это выбор. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok